На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сираева. В начале коротко о некоторых событиях четверга. Уроки закончились, но школы не пустуют. В образовательных учреждениях начались проверки. Сколько часов за рулем? Нефтьюганск присоединился к окружной акции «Трасса без ДТП». Кто возводил Нефтьюганск? О первых строителях города в репортаже нашей традиционной рубрики «От пятачка к жемчужине». В Нефтьюганске с окончанием учебного года начались проверки образовательных учреждений. Комиссия, в которую входят представители надзорных ведомств, в течение июня посетит все детские сады, а в августе школы. Дошкольные образовательные учреждения Лукоморья сегодня посетили специалисты по охране труда, инспекторы МЧС, сотрудники Роспотребнадзора, комитет образования и заместитель главы города. Основные критерии, по которым оценивается детсад, это состояние пищевого и медицинского блоков, охрана труда, пожарная безопасность, подготовка персонала в вопросах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «Больших нарушений проверка не выявила, однако мелки хватает. Как говорят члены комиссии, все эти нарушения можно устроить за один или два дня». «А это? Почему здесь? Нет, это не атака. А? Не атака. А где должны детсады храниться?» «Больше всего выделился здесь пищеблок. Но там тоже замечания, они, я не сказал бы, какого-то капитального плана требуют. Это просто отношение работников в своей работе. Это, в первую очередь, выполнение своих должностных обязанностей требуется, соблюдение нормов закона». Кроме качества питания и надежности здания, члены комиссии проверили и то, как организован досуг и безопасность детей во время активных занятий. «С парковкой является мат, и всегда с тобой рядом». «То есть поддерживаем?» «Да, конечно». Сегодня будут проверены еще четыре детских сада. Как уточнил замглавы города, одной из целей комиссии является выявление учреждений, нуждающихся в дополнительном финансировании. Чтобы убедиться в том, что нарушения устранены, надзорная комиссия посетит сады еще раз, ровно через неделю. Кирилл Васильев, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Школы занялись косметическим, а кое-где и более серьезным ремонтом. Самый большой объем работ этим летом запланирован в восьмой школе. Ремонт начался еще весной. На здании заменили кровлю, которая в последнее время давала течь. В коридорах и классах обновили линолеум и плитку. Здесь используют специальные материалы, рекомендованные для детей с ограниченными возможностями. Сейчас идут работы по отделке фасада. В пятой и шестой школах отремонтированы спортивные, а в первой – актовые залы. Кроме того, департамент образования намерен во всех учебных учреждениях модернизировать пожарную сигнализацию и улучшить систему видеонаблюдения. Она должна охватывать всю пришкольную территорию. В ряде учреждений – второй, пятой и шестой. Общеобразовательных сейчас идет перепрофилирование кабинетов, чтобы все начальное звено могло учиться в одну первую смену. Стали известны результаты первых испытаний юганских выпускников. Так, базовую математику большинство одиннадцатиклассников написали на 4 и 5. Из тех, кто выбрал профильную математику, результаты на первый взгляд несколько скромнее. Из 317 человек свыше 70 баллов получили 44 выпускника. Но и цена балла в этом более сложном испытании гораздо выше. Обнародованы уже и результаты ЕГЭ по географии. Известно, что минимальный порог преодолели все одиннадцатиклассники. Сегодня состоялся еще один предпоследний экзамен – устный английский. Его выбрали 40 человек. Последнее испытание осталось для тех, кто собирается сдавать историю и химию. Эти предметы выпускники сдадут в понедельник. Сколько часов за рулем? Нефтьюганск присоединился к окружной акции «Трасса без ДТП». На 16-м километре автодороги Нефтьюганск-Сургут сотрудники полиции совместно с медицинскими работниками выясняли самочувствие водителей дальнобойщиков. Группа медработников совместно с сотрудниками дорожно-постовой службы дежурили на участке федеральной дороги чуть более двух часов. Проверяли в основном дальнобойщиков. Водители большегрузов проводят за рулем, как правило, немало времени. Останавливаются ли шоферы в пути, как себя чувствуют и как отдыхают от баранки, выясняли при личной встрече. Когда вы постоянно отдыхаете? То есть вы два часа как выехали, вы еще не останавливаетесь? Да, у нас первые четыре часа мы работаем по такому статусу. То есть у вас это стабильно? По графику четыре часа, да? А в летний период как вы отдыхаете, останавливаетесь? Акция профилактическая. Вопросы простые, но важные. Если в машине питьевая вода, работает ли кондиционер, не беспокоит ли давление? За несколько часов опросили более 20 водителей. Как оказалось, все они чувствуют себя хорошо, жалоб на здоровье не имеют. Одновременно в сотрудничестве с медиками дорожные полицейские выясняли и другие важные детали. В период проведения данного мероприятия особое внимание будет уделяться проверке водителей на состояние пьянения, на выявление водителей, управляющих транспортным средством состояния пьянения, а также на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением скорости и с выездом на полосу, предназначенного для встречного движения. Окружная акция трассы без ДТП будет проходить до 20 июня включительно. В этот период на федеральных и загородных дорогах выставят дополнительные наряды дорожно-постовой службы, которые и будут проверять водителей. Елена Гайлиман, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Прошел путь от горного инженера до депутата городской думы и мэра Нефтьюганска. Первому мэру нашего города Владимиру Петухову установили памятную табличку в его родном городе Котласе в Архангельской области. Действующий глава Нефтьюганска Сергей Дегтярев лично посетил официальное открытие мемориала. Подробнее о поездке расскажет наш корреспондент. Инициатива установить мемориальную доску в честь земляка принадлежала главе Котласа Андрею Бральнину. Памятную табличку установили на фасаде школы, где когда-то учился первый всенародно избранный мэр Нефтьюганска Владимир Петухов. Нынешний глава Сергей Дегтярев прибыл в Архангельскую область, чтобы вместе с земляками трагически погибшего градоначальника почтить его память. Очень сложно сказать бывший мэр, поскольку для нас, для нефтьюганцев, этот человек до сих пор стоит во главе. Установка памятной таблички приурочена к столетнему юбилею Котласа. Несмотря на то, что Владимир Петухов покинул родной город еще в 15 лет, земляки гордятся им и ставят в пример. «Человек, который в суровые годы сумел сохранить лицо, сохранить достойное отношение к жизни, к своему делу, сумел противостоять этому всему и все-таки не сместить шкалу ценностей, конечно, это человек, на которого мы должны равняться». Напомним, что в 1998 году Петухов обвинил дочернюю компанию ЮКОСа в том, что они не платят налоги в местный бюджет, из-за чего горожане не получают зарплату. Он объявил голодовку и потребовал возбудить уголовное дело по факту уклонения от уплаты многомиллионных налогов. 26 июня глава нефтьюганска был застрелен на улице, когда утром шел на работу. «Вы знаете, я в прошлом году видел, с какой любовью к нему относятся горожане. И, наверное, каждый руководитель желал бы такого, чтобы его труды и память о нем была именно такой, какова она в Нефтьюганске». В Нефтьюганске в память о Владимире Петухове названа улица, на которой проживал сам мэр. Установлен мемориальный комплекс в центре города. Помимо этого, в 2014 году Всероссийским советом местного самоуправления учреждена памятная медаль имени Владимира Петухова за верность долгу и России, которая вручается главам муниципалитетов. Первым этой медалью посмертно награжден сам Владимир Петухов. Дарья Прокопович, телерадиокомпания «Юганск». Завтра в студию вечернего гостя придет глава города Сергей Дегтярев. Вы сможете задать свои вопросы по телефону 25 14 05 и получить на них ответы в прямом эфире. Начало программы сразу после выпуска новостей. Нефтьюганск расположен на острове, но с большой землей наш город связывают мосты и автомагистрали. Оторванности от материка горожане не чувствуют, да и в самом Нефтьюганске сегодня комфортно жить и трудиться. Возможным это стало благодаря тем, кто с нуля возводил жилые дома и объекты соцкультбыта, кто вдохнул жизнь в наш город. О первых строителях в нашей постоянной рубрике «От пятачка к жемчужине» расскажет Светлана Леонова. Центр города. Здесь многолюдно в любое время года, но особенно летом. Горожане могут сходить в кинотеатр, прогуляться по аллее или посидеть у фонтана, насладившись прохладой под ярким солнцем. О том, как выглядела городская площадь 50 лет назад, помнят только первопроходцы, которые приезжали сюда в 60-е годы со всей страны. Большая строительная площадка – так в то время называли «Нефтьюганск». Первый строительный трест «Нефтьюганск-Газстрой» появился в 67-м году. Вначале специалисты обустраивали месторождения, а позже возводили объекты города. Маслов Иван Сергеевич, он приехал в «Нефтьюганск» в 68-м году. Он в 23 года уже стал бригадиром. Его бригада работала и на нефтяных месторождениях, и занималась строительством жилого комплекса. В течение многих лет в СУ-19 глав Тюмень нефтегазстроя работала его бригада слесарей-монтажников. За выдающиеся достижения в труде Ивану Маслову присуждена государственная премия СССР. Диплом лауреата Государственной премии СССР Маслов Иван Сергеевич сам принес в дар нашему музею. А все остальные уже его вещи принесла его дочь. Они уже оформили на фонды, и в скором времени выставка будет дополнена. В числе других наград Ивана Сергеевича – Орден Трудового Красного Знамени, медаль за освоение недр Западной Сибири. Люди разных специальностей возводили нефтьюганск с нуля. Они вложили душу в этот город, подарили ему свою молодость. Вышкомонтажники, электрики, сварщики. На выставке, посвященной городским именитым строителям, можно узнать много информации, увидеть документы и вещи этих легендарных людей. Вот рукавицы краги, кожаная куртка, кирзовые сапоги – обычная по тем временам экипировка сварщика. Это натуральная кожаная куртка, так как натуральную кожу не прожигает сварка. То есть она очень хорошо защищала сварщиков. Одним из современных объектов, которым сегодня восхитились бы строители тех лет, является спортивный комплекс «Жемчужина Югры». Они наверняка бы оценили красоту, сложность исполнения и масштабность этого объекта. Понятно, что в 60-е годы было не до изысков. На первом месте шло строительство жилья. Работа на стройке требовала физических сил и выносливости. В основном тяжелым трудом занимались мужчины. И тем больше вызывает уважение труд женщин на этом нелегком поприще. Одна из них – Анна Кузьминишна-Лупляк, бригадир штукатуров-малеров. Единственная женщина в городе Невсюганска получила орден Ленина. Анна Кузьминишна была требовательным бригадиром и считала, что если работать, так на совесть. Брака сотрудники ее бригады не допускали никогда. И работать с таким руководителем было почетно. Но главная заслуга этой женщины в том, что вся ее бригада являлась орденоносцами и медалистцами. То есть она своих работников всегда выдвигала, всегда доказывала в том, что они достойны данных медалей и данных наград. В 64-м году Анна Лупляк приехала в Невсюганский и сразу взялась за работу. Бригада Анна Лупляк помогала в строительстве первых капитальных домов, объектов соцкультбыта и жилого фонда. Набережная. Сейчас здесь расположен храмовый комплекс, культурно-выставочный центр «Усть-Балык», ротонда и еще множество интересных уголков, где так любят фотографироваться молодожены. В 70-е молодежь тоже здесь любила проводить время. Юноши и девушки любовались закатами на берегу Юганской оби. И, конечно, наши папы и мамы мечтали о том, каким красивым станет нефть Юганск. Владимир Иванович Смирнов приехал на комсомольскую молодежную стройку в Нефтьюганск в 63-м году. Вначале он работал плотником, затем руководил комплексной бригадой строительного управления номер 10. Под его руководством бригада подстроила первое в Нефтьюганске брусчатое двухэтажное здание. Далее занималась постройками дворца культуры «Строитель», и уже впоследствии крупноблочными домами. На счету бригады Смирнова строительство хирургического комплекса больницы, бани, поликлиники, магазинов. Одной из первых в регионе бригада внедрила полный хозрасчет и сдачу объектов под ключ. Владимиру Ивановичу присвоено звание «Героя социалистического труда». История о большой всесоюзной стройке осталась в далеком прошлом, а вот память о первопроходцах, основоположниках города, нефтяниках и строителях навсегда останется с нами не только в музейных фондах, но и в улицах города и в наших сердцах. 9 июня мы рассказали вам о коммунальной проблеме жильцов, проживающих по адресу 928. Напомним, после ремонта в одном из подъездов управляющая компания в течение месяца не могла установить почтовые ящики. Из-за этого жильцам подъезда, большую часть которого составляют пенсионеры, приходилось искать свою корреспонденцию на полу среди остальной почты. В ЖУ-2 ссылались на форс-мажорные обстоятельства и обязались перед депутатом городской думы Андреем Белоконем устранить проблему через неделю. Сообщаем, что свое слово управляющая компания сдержала, и теперь жильцы получают все свои письма и корреспонденцию в новые почтовые ящики. И последняя информация. Вода в Юганской Аби за последние сутки поднялась на 20 мм. Ее уровень сейчас составляет 834 см. На этом все. До встречи в эфире.